Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 25 лет, рост 177 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд 7 побед и только одно поражение. Его стиль ММА из города Кизляр, Дагестан. Мурад Зарманбетов. А вот и его соперник в красном углу клетки. Ему 26 лет, рост 165 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд 7 побед и только одно поражение. Его стиль Вольная борьба из города Курчалой, Чеченская республика. Аслан Тавсалтанов. Рефери в октагоне Ашот Ашукян. Ну что ж, дорогие друзья, поехали. 21-й бой нашего турнира. Снова Дагестана-Чеченское противостояние. Хороший такой плотный джеб сейчас зашел представитель Кизляра. Охотится за проходом в ноги. Очевидно сейчас его оппонент Аслан Тавсултанов. И вот здорово, да, получился перевод. Такой очень комбинированный, можно сказать, в сторону туда. Ахмед Тавсултанов борец-вольник. И, естественно, он делает акцент именно на этот аспект. Ну да, пока у него получается. Другой момент, что удержать. Как и у многих сегодня. Оппонента толком не выходит. И посмотрите, как активно коленями обрабатывает он бедра соперника. Ой-ой-ой, интересно. По икре сейчас сработал коленом. Это должно быть очень болезненно. Ну, чувствуется сильный физически. Чувствуется сильный физический спортсмен. Прямо так, как танк прет вперед. Да, он еще приземлен достаточно. И вообще ему в этом плане как бы легче проходить. Ну, явно не в том плане, что без фантазии. Потому что как раз прием это делает интересный. Просто так скомбинировал в сторону туда, бросил. И здорово обходит ноги. Обходит ноги. Получается у него находиться сбоку. Наносить даже акцентированные хаммерфисты. Понятно, что не всей спиной, но тем не менее. По спине забегает дагестанский спортсмен Мурат Зарманбетов. И да, вот не получается встать. Не получается встать и Мурата. Очень активно коленями работает. И снова в переводе. И снова такое скручивание делает. Здорово. Здорово, здорово. Очень симпатичные всегда спортсмены, которые владеют этим элементом. Сейчас в боковом контроле находится Тавсултанов. Зарманбетов такое ощущение немного обескуражен. Ну да, очень хороший контроль. Неожиданно, видимо, для него хороший контроль. Если к проходам более-менее, наверное, он еще был готов. Одна рука отключена, а сейчас вторую пытается отключить. Очень, видите, хорошо контролируют ноги. Ох, как зашел за Асланбетов. Ну, здорово, пока всю красоту вольной борьбы показывает Аслан Тавсултанов. При этом достаточно активно использует гранд-энд-паун. Посмотрит забивание. Какие снова в боковом контроле. Очень непростой ситуации сейчас для себя находится Зарманбетов. Хаммерфисты. Смотрите, как быстро время-то летит. Динамично, динамично. Да, борьба, но она очень динамичная. Постоянная смененная позиция, улучшение ее. Нет контроля просто ради контроля. Да, чувствует себя... Ой, отлично. Так, ногой доработал. Чувствует себя очень уверенно в борьбе сейчас Мурату Аслана Тавсултанов. Под конец раунда практически все начинает получаться. Еще Мурат, Мурат, проворачивайся. Но, тем не менее, через 20 секунд раунд закончится. И все начнется заново, то есть со стойки. Пока кажется, что задышал Мурата Зарманбетов. Поэтому восстановиться ему за эту минуту надо очень хорошо. Мурат! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На дальней дистанции Что, впрочем, уже сейчас не получилось А получилось снова занять позицию сверху у Аслана Тасултанова Причем в собственном красном углу Встает дагестанский спортсмен Другой момент, что, конечно, с трудом все ему уже дается Много сил он потратил На сопротивление А чем тяжелее С дыханием, тем тяжелее, конечно, дается Мыслить Когда начинается проблема с поступлением кислорода Голова перестает соображать Руки перестают, ноги двигаются Тело перестает работать Поэтому, конечно, ему сейчас тяжело Здорово Так скомбинировал скручивание С подхватом ноги Рукой Тасултанов Вот что-что в борьбе, конечно, шикарно просто работает Локти подключает Довольно жесткие попадания Скорее, правда, с запястьем Вот сейчас жестко было, да И еще добавляет Но нет, есть воля к сопротивлению дагестанского спортсмена Другой момент, что, возможно, уже нету сил для того, чтобы как-то активно сопротивляться Да, и, к сожалению, кроме сопротивления от него мы пока ничего не видим Да, не получилось у него навязать свою траекторию боя Поэтому он вынужден исследовать логики боя, которую предлагает Тасултанов Вот как вы любите говорить Борьба, мать всего И вот Это я люблю цитировать древних греков, да У которых была такая пословица, поговорка В соответствии с этой поговоркой Очередной раз Правдивость ее, да, наверное, так скажем Подтверждает Аслантов Султанов Да, в этом поединке, безусловно Очень редко бывает такое, чтобы Качественный борец Не смог навязать свою стихию Конечно, такие случаи есть В мировом ММА и в российском, в частности Но процент не столь велик Как обратной ситуации Видимо, сейчас уже ищет способы досрочного завершения То есть, может быть, ищет, как сработает на дальнюю руку узел клячу Что-то наверняка готовит Тасултанов Ну, а Зарманбетов И сейчас ищет способы улучшения позиции По крайней мере, чтобы заморозить Происходящее Ой-ой-ой А это маунт Маунт и больше минуты Для досрочного завершения Взял распятие спортсмен Да, видимо, будет пытаться Как раз к этому завершению приходить Не сказать, что это самые сильные удары Здесь нельзя сильно ударить Ну, в силу пассивного сопротивления Рефери в какой-то момент Он должен будет поединок остановить Так, есть попытка провести прием Еще одна попытка Да И сейчас Нет, все-таки Узел пока не получается Еще есть время Там забавно В одну сторону называется Кимуров Другой Американо О, вот сейчас очень опасно Тут Винесе сам себе мешает немножко под Султанов Он поднимает руку Тем самым У него прием не получается Если бы он руку вел прямо кистью по полу То сдача бы уже, скорее всего, была Но это нюансы Да, и закончился у нас уже второй раунд И не выглядит уж совсем обессиленным Мурада Зарматбетов Но это не отменяет того факта Что оба отрезка в чистую забрал Боец из Грозова Да, соглашусь Здесь, конечно, его доминирование в борьбе Пожалуй, мешающий фактор Грозу Ну что ж, произойдет ли что-то кардинально меняющее рисунок этого поединка? Или же мы также увидим здесь доминирование борьбы? Пока не спешит, сразу же с первых секунд переводить соперника Тавсултанов. Видимо тоже хочет подышать, понимает, что он уже более-менее контролирует ситуацию, его соперник устал. Можно и самому немножко подышать, чтобы не спешить. Время есть. Колено улетело от Зарманбетова очень долго. Можно было выпить кофе за это время. Кстати, очень интересная мысль. Я бы о ней всерьез задумался. Да, и снова мы наблюдаем, как переводит все-таки соперник на канвас Аслантов Султанов и делает спокойно свою работу. То есть делает то самое, что обычно кричат в трибунах. Делай свое. Да, да. Самое популярное, что сейчас у нас на трибунах обычно выкрикивают. Ну, чего могу сказать? Ну, как любитель. Ну, как правило, что сейчас у нас на трибунах сейчас у нас на трибунах. Ну, как правило, что сейчас у нас на трибунах. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok